Уровень безработицы в Казани ниже, чем в докризисный период. В этом году он не дотянул даже до 1%. Ситуацию на рынке труда обсудили сегодня на аппаратном совещании в Казанской мэрии. Помимо положительных сторон доклада, есть и над чем поработать. По-прежнему остается безработами более 5000 человек. Не устраивает казанцев, по мнению экспертов, условия труда и предлагаемые профессии. Какой труд сейчас самый востребованный, нам готова рассказать моя коллега Эльмира Заляева. В очередной раз о несоответствии спросу и предложении на рынке труда говорили сегодня на деловом понедельнике в мэрии. Устроиться на работу в 2012-м смогли только 10 тысяч казанцев. И это при том, что банк вакансий содержит 16 тысяч предложений. Практически все вакансии – это профессии, которые не требуют высшего образования. Рабочие специальности – монолитчики, каменщики, дворники и водители. В период масштабной стройки в преддверии универсиады остро стоит вопрос нехватки разнорабочих и строителей. Эпидемия гриппа выявила кадровый голод и в медицинской сфере. Столичные поликлиники и больницы укомплектованы лишь на 30%. Не хватает лоров, офтальмологов, педиатров и их участковок. Есть проблемы и в транспортной структуре. За 2012-й год ни один казанец не устроился на работу водителем городского автобуса. Есть у казанцев, наверное, и свое «я», да, они, может быть, и несколько капризные, такая зарплата им не нужна. Ну а потом, наверное, мы утеряли, наверное, понятие дисциплины, когда многие из тех, которые сегодня на рынке труда или где-то пристроились, работали в НИИ, в КБ, где военные. И была система проходных. Вот система контроля, вводимая на современных предприятиях, им уже не нравится. Причиной специалисты называют и отсутствие трудового воспитания, поэтому сейчас активно проводится программа по молодежной практике, временному трудоустройству школьников. Уже действующих сотрудников организации предприятия отправляют на прав обучения, повышение квалификации и переобучение. Еще один способ привлечь специалистов – это ярмарка вакансий. В прошлом году их прошло 77. Работу обрели полторы тысячи человек. Такой метод открытого предложения специалисты считают самым действенным, а потому в этом году первая ярмарка пройдет уже в апреле. Эльмира Заляева, Арат Каюмов, Вести, Татарстан.